Субтитры делал DimaTorzok Мы еще находимся на сборах. Мы в Турции. И сегодня у нас первый международный матч в 2023 году, к которому мы шли очень долго. Огромное количество зарубежных команд отказываются играть с русскими клубами. А если соглашаются, то запрещают выкладывать хайлайты, выкладывать трансляции, видосы с матчей. И в целом стараются особо не контактировать. Но нам важно налаживать хороший линг с европейскими командами, потому что все вы прекрасно знаете, мы мечтаем сыграть в Англии. Мечтаем сыграть с сильными европейскими командами. Это наша самая большая цель. И сейчас мы потихонечку к ней идем и начинаем с команды, которая играет в турецкой суперлиге. Аланья Спор. Молодежка. Но в отличие от Зенита, где есть как бы еще команда Зенит 2, где ребята могут перекантоваться во второй лиге, в Турции такой истории нет. И там играют реально ребята, которые вот-вот выйдут в основе. Прежде чем мы перейдем к матчу, мы обязательно заглянем на наш тренировочный процесс для того, чтобы посмотреть, кто там был, что делал, как говорили. Витыч задавал вопросы нашим игрокам, которые писали вы в нашем телеграм-канале. Какой у нас тренер по физподготовке? Вы тоже хотите тренироваться? А я знаю, что хотите. Фел, тебе нравится этот тренер? Да, готов. Нет, как тренер я имею в виду. Да, да. Нет, как тренирует. Да, да, да. Пост сделали. Вамкал лайф. Задавайте вопрос себе вамкал. Тут от пользователя Фанки вопрос, кто съел все панкейки на завтрак. У нас в команде есть один тип, его сип-хряк называют. Худой пиздец. Не знаю, как его зовут, но, короче, он берет по 4 панкейка на завтрак, еще и с нутеллой. А эти панкейки большие, их готовят там редко. Так все съел. Еще Фанка просил, чтобы он с ним поделился, но он сказал, пошел киппы. Не знаю, что за тип, короче, вот. Но я еще за Фанку здесь куплюсь. От пользователя Федоту сколько весит газ? Слушай, ну там, наверное, я думаю, 70 плюс килограмм. Знаешь, этот есть, этот, как модели King Size. Хоть бы один сказал, как газ, блядь, стараясь. King Size. Я еще по порядку иду. Может, есть такое. Как адаптация? Есть ли у кого-то с этим проблемы? Слушай, ну да, адаптация к нагрузкам, блядь, самая главная проблема. Проблема с адаптацией, он язык никак выучить не может. Много вопросов про Фанки. Когда Фанки начнем показывать свое настоящее уровень. В первую очередь, я знаю, что у каждого игрока в Амкале был свой прайм. Ну, типа, в определенный момент, да, там. Мы сказали, что у нас с ними на банке, но у нас был свой прайм. Вот у Фанки его не будет, нихуя. Все, да, 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 да. Слушай, я бы предложил Канохи тоже сыграть с женским локомотивом, мне кажется, он побольше. Можешь не представить, что в теории ты выложишь в собрание команды сразу? Да там нет ничего такого, правда, я тысячу раз уже говорил, мы уже все пересказали. Ну, типа, не, ну когда-нибудь выложим, что? Ну надо, фильм, фильм, документальный фильм сделаем, выложим все, что не выложили. Это был единственный момент, за счет которого мы заставим вас идти в кинотеатр. Вся правда разговора с райзеном. Сколько стояли сборы? Очень долго. Так можно такие цифры? 3200. 3200? Да. Миллиона. Ну и, конечно же, нельзя обойти стороной тот факт, что к нам в Турцию заглянули старички Амкава. Те самые легенды самого первого сезона 2018 года. Коля Лакер, Эльхан, мистер Олейник и, конечно же, Леха Гуркин. Здорово, братик. Ты как? А что ты, брат? Перенебайся, давай, залетай. Готов ты себе еще залететь? Давай, все, договорились. Все, договорились. Бандеха собиралась. Я тебе говорю, старая Амкава в Турции. Я просто здесь местный. Каждый воскресенье, пожалуйста, смогу. Ты можешь, ты скажешь, да? Мне Ваня подарил свою, да. А, так как? Спасибо, Ваня. А, вкус? Да, теперь да. Проебывался хоть раз, ты чему-то? Нет. Это Гуркин, блин. Наиболее. В конце этих сборов мы сыграли несколько матчей. И мы специально не проводили трансляции. И никак не распространяли результат этих матчей. Потому что мы хотим оставаться первоисточником. Показать их в ролике, как в старые добрые. Ваш любимейший формат. Но нам очень сильно нужна ваша поддержка. Просто представьте. Мы ради вас отправились на другой конец света. Мы играем матчи международные. Мы стараемся готовиться ко всем значимым медийным турнирам. И все это ради того, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк. Да, мы знаем, что огромное количество времени у нас было потрачено впустую. Потому что новых людей на канале не прибавлялось. И если вам важно поддержать нашу команду, то обязательно проверьте, стоит ли у вас кнопка подписаться. Если нет, то подпишитесь. Сделайте ее серой. Или я не знаю, как она сейчас новая. В общем, подпишитесь обязательно на канал. Пригласите своих друзей. И давайте 50 тысяч лайков под этим видосом. И мы молниеносно выпускаем новый матч. Ну или через несколько дней ждите новую игру. Ты их будешь монтировать. Ты сможешь это сделать. Но они все равно не наберут. Ну по факту. Ну по факту. 50 это нереально сейчас. У них сейчас максимум это 35. Это вот край. 50 они не сделают. И когда мы атакуем, будьте наоборот компактны. Против мяча мы будем играть два опорника. У нас один Вася будет 6-го, 6-го, 6-го. И в своей привычной позиции. По стандартам, пацаны, не торопитесь разыгрывать аут, угловой, штрафной. Делайте то, что мы с вами тренировали. Это очень важно. И при стандартах соперника максимальная концентрация. И для всех прошу, кто выходит в стартовом составе, дайте возможность сыграть всем. Чтобы у меня была эта возможность сыграть всем. Я очень хочу, чтобы каждый из вас, кто попал в стартовый состав, кто не попал в стартовый состав, чтобы все играли. Но дайте мне эту возможность. Не будьте эгоистами. Думайте, не думайте только о себе. Думайте о команде. Очень важно, чтобы каждый был причастен к этой победе. Все, давайте, пацаны, через 3 минуты я ждут всех на поле. Я сегодня отвечает по стандартам Фил Воронин. Знаешь что, кто играет весной, кто играет зимой, не играет весной. Кто играет зимой, не играет весной. Поэтому я вот в штанах. Зачем мне сейчас напрягаться? Ну, просто, когда пацаны включили музыку в автобусе, расскажи подписчикам. Душа меня заебал эту хуйню слушать. Тебе бесит, когда колонку захватывает, блядь, этот, Петрозаводский... Черт. Черт, блядь. Спасибо, я все забываю это слово, да. Петрозаводский... Осуждаю, блядь, это очень сильно. Тоже осуждаю, Петрозаводский черт, лев, захватывает колонку и включает музыку, которую с удовольствием сам бы слушал в наушниках, но это должны слушать 30 человек. Мы на поле, вон бас. Опыток ты любит нас, ты любит нас. Я не привык к тебе, так что, бэйби, не привыкай ко мне. Дина, ты соли, мне волос, белом, манила, мне. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Очень важно себя хорошо показать. Вы уже знаете, кто у нас в лазарете. Вы видели, что дуб задний мучается, Степа Фанки тоже мучается задний, Салим с ахилами. Болел Сеня Лешук, но сегодня он готов. И Эрик, который летел сюда на сборы с травмой, уже тренируется в общей группе, а значит допущен на эту группу. Стартовый состав сейчас на ваших экранах. Можете на паузу нажать и посмотреть, как мы играем. Собственно, не только список, но и расстановку. Играем мы в новую схему 4-3-3, которую готовили после матча с Денитом. Мужчины, давайте подружнее. Маленько буксанули на старте. Сейчас нужно хорошенечко газануть так. Кричалочку, блядь, пацаны, очень хочу, чтобы сделали от души громко, блядь. Сами себя позарядили. Сейчас еще после кричалочки пару рывочек сделайте каждый, потому что маленько застоялись, минут 15 застояли, чтобы горяченькими выйти. Мужчины, еще важно очень, давайте подсказ наладим. Поддержочку, подбодрите лишний раз, у нас не хватает очень. Я понимаю, где-то там подышать хочется, да, в паузе, но давайте чуть-чуть переселим, чтобы нахренто потом на игру, блядь, перенеслось. Тогда все будет отлично. Все, давайте. Полежечки ждут победки, парни, очень надо, очень надо. Ну что ж, звучит стартовый свисток. Мы начинаем эту игру. И стоит отметить, что сегодня на общайке пришлось помогать нашему СММщику, влажному футболу. Потому что у нас нехватка операторов здесь. Однако Ждан и Кирайл работают суперхорошо, и один будет показывать для вас специально приятные повторы крупничком. Ну а Витыч, как всегда, покажет реакцию со скамейки запасной. Попытка выйти за центр поля не удается. Мяч отскакивает Рахимову, это Алишер, он находит Васю Маврина, а тот выводит на ударную позицию каратак. Стой, стой, а это не самый быстрый гол, блядь, я сейчас не выпили, блядь. Первый гол игрока тут рот, забитого, зарублежная команда. 1-0, вот так неожиданно матч начинается для Анкава, Владислав Каратаев. И если бы не тот мой гол в ворота Бейбеги, я думаю, что этот мяч точно бы посостязался бы в звании самый быстрый гол Анкава за всю историю. Но здесь 40 секунд, там было в два раза меньше. Если бы никто не заснял, то скажи, что через себя... Ебать, через себя забил! На полной! От центра поля! От перекладины! Санэм, может, Санэм, Салим, Саламандра? Саламандра, уйдите, пожалуйста. Саламандра. Заебала Саламандра, называйте меня хоть как, но не Саламандра, пожалуйста. Дайте мне неделю, неделю дайте мне паузу. Если бы можно было ставить на нарушение на Васе Маврине, я думаю, что был бы коэффициент всегда 1-0-1. 10 тысяч набираем Салиму, и он становится Саламандрой. Нет смысла, давай так, набираем, и чтобы они не уебывали. Ребят, 10 тысяч в телеге Салима, на перименовый телеграмм Саламандра. Штрафной исполняет сам Василий, подача на дальнюю, вратар, столкновение с нашим игроком. Здорово! Здорово, что вратаря уебали? Отлично сыграл вратарь, я рад за это. Судя по всему, голкиперу понадобится медицинская помощь. Пизды получал чуть-чуть, ну что? Проще, проще, Федя, хорошо! Вы заебали, я не так разговариваю. Гриня пробует фирменную диагональ. Нет, это не бара, такое не получится. Скорпионом пытался ее в тус. Алани Спор играет организованно. Она ищет седьмого номера в атаке и постоянно пробует делать либо длинную передачу верхом, либо низом, играя один в один. Он борется до конца, и в итоге Алани Спор перехватывает мяч, подача в штрафную, но никого, кроме Кузи, в штрафную не оказывается. Единственный вратарь на выходе, который кричит, не-не-не-не, точно не я. Неплохой удар от Сипсканы, точно в табло игроку соперников, а это будет дальний удар. Да нет, не опаздывай, не опаздывай. Сразу пим песню. Смотрите на Федю, вот когда он сейчас в кровь встанет. Мы думаем, мы не вывезем эту драку, если что. У них кинтов полстраны, блядь, я приеду к нам. Стоит отметить, что мы стараемся показать вам максимум, в том числе такие вот киксы. Казалось, что сейчас этот обрез приведет к тому, что точно будет гол в наши ворота, однако Федос, который был очень высоко, можно сказать, в линию с центральными защитниками, справляется с этим ударом. А Федя лучше вратарем кала? Еллок аут. На тренировке заметил, что он из себя Мануэля начал корчить. Кто? Приходит на выходах Федя, там по 30 метров вперед выбегает. Я думал, ну что-то на тренировках не получается, ну хоть это делать, а в игре это сейчас увидели. Алишер обводит одного, второго, подключает к атаке Васю Маврина. Эти ребята умеют играть друг с другом и, судя по всему, им очень комфортно пасоваться. Удар картриджа, ближний угол не попадает. Со мной я, если чего, выскажу. Да, первый, бля, убежит в раздевалку. Бастопус. Еще одна попыточка, возможно, будет. Снова, снова с мячом Толя. Нарушение было, но мяч у Алишера. Длинная передача на Гриню, выход 1 на 1, нет. Бля, шернилась. Это наш центральный защитник прорывался в атаку, представляете? Всего лишь 18-я минута матча, а он как бы вот на острие, пожалуйста. Длинный перевод на фланг. Кузя играет стабильно и надежно. С чужим перепасовываясь. Очень неплохо, мне кажется, получилось на правом фланге пройти. Но этот поезд, конечно, не остановить. Кузя, прострел, который закончился перехватом. Блин, Витыч, а что происходит? А? Ладно, хоть Стармикс у нас остался. А есть где-то не футболисты? Почему не против футболистов играть? Против Гудмакса хочу футболить, да. Его команда? Нет, брось у него именно. Просто. А вот ошибка голкипера, Вася Маврин. Это, это, это фолл? Ну, конечно же, конечно же. И Маврин просит карточку, потому что явно ее нужно дать. Но почему-то арбитр дает ее самому Васе. За что? За разговоры? Ну, ведь это фолл последней надежды в буквальном смысле. Просто посмотрите, откуда назначается штрафной. Чушь со своим английским полез, что-то yellow card говорит. Yellow card, мэн. Спрашивал у меня, как сироп будет по-английски в этом, в отеле. И идет разговаривать. Расставились! Кто, кто, кто? Левшик, 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 Василий Иванович. Левшик не умеет с таким количеством. Левшик, гол, Левшик, гол. Напомню, что он уже забивал Зениту со штрафного. Но здесь он попадает в одного из игроков. И добивание от картриджа мимо ворота. Еще один горчичник. На этот раз он достается Антону Чужому. Мы продолжаем играть. Мы приехали отдохнуть. Поймали попуточку. Думали, нас на пляжик отвезут. А нас на какой-то матч привезли. Мы сидим, кайфуем, загораем. Вы знаете, с одного раза в команду болеет поле. Вот ФК банка плюс то, что интересно матч смотреть. Даже на поле не обязательно уходить. Прикинь, реально Левшик в переводчике посмотрел, как будет, типа не заиграешь на английском и впудываешь. Ну такая, знаешь, хорошая, плотная игра. Именно по единоборствам, по жесткости. То есть с Зенитом ни одна команда так не играла, а тут такая. Гриня! Опасная игра. Много борьбы в центре поля, много фулов. Никто не хочет уступать. Все, как всегда, на высшем уровне. Рожь, Гриня! Да какой? Да ты че? Расставляйтесь, расставляйтесь! Судин хуево, расставляйтесь! Хули с ним пиздеять, он даже не понимает. Чуть что-то начинает проигрывать, сразу начинает... Да, этот ни одного аута на нормальную сторону не свистнет. Этот вообще, блядь, в синем. И что стоит отдать должное команде из Турции, потому что ребята действительно не бросают играть. Да, они проигрывают, но они не думают бросить все и играть вторым номером. Они стараются биться на равных. Длинный заброс. Сейчас зависает мяч в центре поля Сипскана. Рукой, рукой подыграл себе немножко, решил просто в охапку взять мяч и унести. Но что это такое? Зачем ребята провоцируют? Почему им хочется приложить руки к нашим футболистам? Естественно, здесь сразу же вся команда будет спрашивать с ребят. Да, может быть, у нас не у всех прокачан скилл английского языка, но, естественно, мы захотим поговорить, если кого-то из нас толкают. Я почту сильно теряю. После этого матча в турецком поезде начался отсущий пожар. Сеня Левшук, длинная передача неплохая, за нее цепляется Карат. Не нашел он передачи Васю Маврина, однако получается все-таки быстро уйти, уйти в атаку, уйти. Давай, 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 Карат, Карат отдает дальше на чужого и длинная передача прерывается защитником. Здорово! А вот заброс в обратную сторону на седьмого номера Аланья Спора. Один в один с Левшуком ушел под удар Гриня головой. Хорош Гриндерс, Гриндерс молодец. Айда сейв, это просто спасение в стиле Фидоса головой. Карат один в один, уходит под лево и отдает неплохую передачу на чужого, а подача не получается, мяч срезался. Да ты, блядь! Тирай его убили еще. Еще один перехват, Сипскана играет с Васей Маврином. Нарушение правил, которое почему-то не свистится, потому что Сипскана может выйти один на один. Блядь! Что за легенда мог быть? Серьмо, эгоист, эгоист не забивает и мы не можем выйти. А так забил, и здесь все, и мы играть будем. Я не представляю, что чувствовал в этот момент Сипскана, потому что он действительно сделал все, чтобы забить. Однако вратарь делает чудовищный, просто крутейший сейв. Я понимаю Сипскану, который просто поаплодировал вратарю и сказал, браво, браво, гуд сейв. Подача углового штрафную! Ну как, как не заковыряли здесь? Да блядь! Да, блядь, да! Вратарь пытались на двоих соорудить гол, и вроде казалось, что мяч просто обязан попасть сетку, но нет. Ну, пацаны, я раздеваюсь, я забиваю. Вася Маврин, передача дальше на фланг, Толя Катныч, играющий левого латераля, не понимает, каким образом свистнули оффсайд, потому что вроде как все было в пределах правил. Еще, брат, грязно играют, блядь, хочется сейчас выйти. Хочется выйти сейчас за пацанов, тоже захугарить. Ну, по правилам футболу, конечно, блядь, потому что я вот смотрю, у меня трещет пиздец, так грязно играть, я вообще в шоке, блядь. Да, уровень судейства в этом матче, конечно, оставлял желать лучше местами, в особенности потому, что давалось возможность играть иногда, ну, чрезмерно грубо, и особенно в нашу сторону. Не знаю, почему. Передача на центрального защитника не очень удачная, и здесь Вася Маврин подкараулил. Можно бить поворотом, но нет, он отдает передачу. Карадубль! Да! Блядь! Домой, блядь! Блядь, Евгений Шкини! Не, ну с такой порой... Блядь, еще он паздал, я уже думал, он голодный... Василий Маврин, Айда золотой ассистент, вновь-вновь, как во времена МКС 21-го года, он начинает раздавать эти голевые, словно джойстиком вот так вот, Андрея Пиро. При условии, что у Васи спор с чужим на количество голов. Да-да-да, и он бежит. Надо, наверное, на количество ассистов. Надеюсь, он играет. 2-0, мы продолжаем эту встречу, но Аланни Спор продолжает пробовать играть первым номером. Да, у них не всегда получается. Ну просто посмотрите, ну что за толчки в спину, зачем? Просто зачем? Очевидно, что вся команда просто слетает с катушек и начинает отталкивать и просить игроков не устраивать какую-то непонятную историю. Да, вы проигрываете. Да, может быть, что-то не получается, какие-то ошибки. Но зачем начинать толкать в спину? Да, вы проигрываете. Пацаны, эмоции под контролем. Я видел, я видел, я имею ввиду сейчас в игре. Я не знаю, что мы ведем, блядь. Мы ведем в спину. Ответ, блядь, он ему сзади бьет, никто не понимает. Ну не надо толкать в ответ, и все. Почему, блядь? Да давай не играть, пойдем. Давай не будем играть. Ну в смысле, то есть ему сзади ебаш можно, а нет? Он получит свою краску, блядь. Я не понял, что это не видит. А кто-то пиздится, что ли. Пиздится, да почему он его толкать не может? Ну не надо, потому что это, блядь. Понимать бы нахуй, что говорят нам. Пока у вас судя, блядь, понимаешь, подвигают эту игру, блядь. Ну вот про это вам говорили. Мы не собираемся с вами, блядь, что-то толкаться. Нам не надо, это не надо. Вы футбол сюда пришли, понимаете? В этом году ждите, что Сеня будет бомбить больше, чем я. Тузил, тузил. Мы, блядь, карата брали для того, чтобы его пиздили по ногам. Мы должны хавать его все время. Да ладно, по ногам, мне спину хуярят. Спину нельзя. Пока мы не сбиваем твою карату. Карат либо туркам, либо девчонкам. Пиздится. Пизд, нахуй, я заканчиваю. Ребята по-турецки слишком громкие слова говорят. А думают, я не понимаю. Мы играем в другой стране с их же судейством и с их же командой. Ну как бы тут априори считалось, что будет такое судейство. Турки ругаются, очень плохо ругаются. Грязно ругаются. Но счет на табло. Реф теряет нить игры. Он позволяет играть сверхгрубо, блядь, на наших. Нет, один, да. Не, не, я ни разу не видел, чтобы кто-то из нас первый ответил. Все только вторые. Потому, ну, типа, можно набрать, блядь, целый ряд нарезку, прям, пустить, чтобы вы увидели, блядь. Реф в лучшем случае дает свисток, блядь, на через 5 секунд после момента, когда уже все угорит. А давайте что-нибудь из старого же оставим, там будет где-то 15. На самом деле это уебанство, реально, блядь. Ну, я типа... Мы приехали в гости, а как будто нас не ждали, нихуя, блядь. Это еще все. И поселили на коврике в коридоре, блядь. Дайте расклад в ушку, ебаный народ. А ты-ка куда полетел топтать, блядь? Ты уже все, залетаешь. Да, блядь, я тебе говорю, меня как будто к стенке привязали, понял, он на ПДСМ. И вот так, я вот так, я не могу, блядь, я не знаю, меня с одной руки держатся, с другой. Я говорю, я как новосибирский, я сразу в кучу влетаю его, раз за этот, наручниками приковал, и все, и держу. Следующий уже валить готов был. Матч не закончился для нас. Продолжаем так же играть организованно, дисциплинированно, не надо реагировать на провокации. Хорошо? Они сейчас, они сами по себе такие, блин, молодые, у них духа нет. Мои эмоции кипят, для них это нормально, тем более они дома играют, мы здесь прежние команды. Они здесь такие, духовитые все. Не надо, не реагируйте на провокации. Продолжаем играть организованно. Бардак, не превращайте эту игру. Хочется, чтобы все вышли и поиграли. Так, сейчас он закончит мяч, через 5 минут, и что, половина вообще, блядь, не выйдет. Все, давайте, пацаны. Давай, 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 давай. К сожалению, вот этой вот словесной перепалкой и полупотасовкой закончился первый тайм нашей встречи. И мы из-за этого всего не доиграли примерно 5-6 минут первого тайма. Вот так решили, что надо всем выдохнуть, отправиться в раздевалку. Повторю, что так решили именно судьи. Хотя я не знаю, чему тут отдыхать. И, ну, как бы, вы все прекрасно видите. Да, мы абсолютно по делу играем. Мы выигрываем абсолютно по делу. Но почему-то наших игроков решают немножко подталкивать, немножко... Ну, это не может не выводить из себя, правда. И здесь не может быть просто другого. Когда толкают спину твоего партнера по команде, ты не имеешь права делать ничего другому, кроме как влетать за этого партнера в толпу. Я думаю, что каждый из вас это прекрасно понимает. Ну, а мы начинаем смотреть второй тайм. Карат с мячом, уходит под правую, находит Алишера. Тот делает передачу прострельную, но чуть-чуть не хватает для того, чтобы это дело закончилось ударом. Хороший Алишер! Столяны вообще раз в 500 уже не увидели. Хорошо, да, играем? Да. Мне нравится, как хорошо мы играем. Мне нравится, когда мы в среднем логе встречаем без пресса. Антон чужой. Нарушение, нарушение на Антоне. И непонятно, зачем начинаются снова вопросы друг к другу. Да, ебаный, нахуя это надо, блядь? Вот просто такой дурак, вот прям, вот реально дурак. Он дурит. Ну, про б***ь, не надо нереально ничего. Вот это вот, знаете, вот это Сахура, пожалуйста, вставьте. Это какой эгоизм. Вот ты играешь, да, ты уже сыграл 55 минут, а вот здесь вот пацаны сидят и тоже хотят выйти поиграть. Они тренировались там по две тренировки в день. И ты простаешь какую-то свою фит, тебя никто не удавил, ничего не делал. Смотрим игру дальше, видим очередное нарушение. Благо, в этот раз игра не заканчивается очередной потасовкой, и мы продолжаем играть в футбол. Б***ь, с Виктором тяжелого. Да, накрой в лицо махать, где-то хуйное зима, 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 где-то хуйное зима. Давай, бляй, бляй, давай по диагонали садись, потом будем разговаривать. Ваня, меняй. Переодевайся. Надо чужим менять, да, немножко, чтобы, ну да, без каких-то унижений, ну, чисто по футболу надо поменять, потом еще выпустить, чтобы паренька осознал. Так нельзя общаться с тренировками, конечно. Бара появился на поле в опорной зоне, делает передачу на Карата, тот на Толю Катрича, еще и дальше Алишер, неплохо, неплохо, веером двигается атака. Толчок в спину или нет? Толчок в спину, мы видим, как Арсений Левшук разводит руками, но судья говорит о том, что можно играть. Чушек, поддерживай, 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 уводи туда, здесь Кузя есть. Перехват Карата тоже был неплох, но в итоге мяч так и продолжил остаться в поле. И, наверное, стоит сказать, что на поле вышел Ванька Млечный, на поле появился Бара в опорной зоне, Антоша Петровский, и он же Укол. И ко мне обращаются, игра идет, ухуя. Надо было в моменте просто поржать, а ты, блядь, за ним, как бы, агрессивный. Игра идет, мне три человека, говорит, в бровки, игра идет сзади. Игра говорит, не сговаривает со мной. Ну, хуя мне, говорит, в бровки, все. Не, тебе надо постараться, а если бы я в поле вышел, можно было? Ну, конечно, мы же играем. Слушай, бля, ну, мог ты, короче, этот. И еще на поле появился штрафной. Наши ворота, удар, неплохо, неплохо полетел мяч. Да ну как, ну без момента все. Один-единственный момент с обрезом, Вася. И все, атака, ничего. Ваня Млечный неплохо находит Кузю на правом фланге, который оказывается в чужой вратарской практически. Ну, расстрел, что, пенальти или нет? Нет, арбитр говорит, что здесь игра рукой со стороны Кузи. А что? А что? А как? Ты что, дебил, блядь? А что он сейчас? Прикинь, чуваку случайно мяч, блядь. Вот он божит вот так вот. Попадает по нему это фон. Я не знаю, как это комментировать. Правда, арбитр оказался не суперкомпетентен. И видно, что его уровень понимания там футбола какого-то... Ну, возможно, он судит по меркам вот там юношеского футбола в Турции, где достаточно сильно позволяют играть молодым ребятам, играют с малым количеством свистков. Ну, как бы здесь как будто бы можно было все, что угодно поставить, кроме как игра рукой умышленная от Кузи. Я рад, что вы выпустили Санька. Во-первых, блин, ну что, второй матч. Надо, чтобы уже все поиграли, это 100%. Во-вторых, чтобы мы в следующих матчах играли там поровну. Потому что если бы я сегодня сыграл матч целый, то в следующий матч играл, наверное, целый матч Санек. И пришлось бы ждать еще там кучу времени. Так будем, я думаю, делить игровое время так и надо. Снова с мячом оказывается карат, и можно двигать нашу атаку. Видим, как слева забегает картридж, но с мячом оказался Эрик. Сейчас довели до Сени Левшука. Ну что, это будет проход по левому флангу. Это подача, которую прерывают. Кузя, потому что он не видит пикера. Кузя, он руку у тебя у тебя... Потому что ему выпуск твой не понравился бы. Штрафный удар от Сени Левшука. Заброс. Ай, как неприятно. Галкипер снова сталкивается с нашим игроком. И на этот раз с каратом. Жека, Жек, питом снимаешь, в перчатках надо поймать. Человек лежа, он сломанный поймал. Угловой у наших ворот заканчивается тем, что в игру приходится вступать Саня Моменко. Сейчас Салим очень круто улыбался. Атака эта вся. В этом грине он сказал, что говорит, все круто, потому что Салим нет на поле. Салим сделал атаку. Спокойно, спокойно, уверенно, нужно начинать наши атаки через передачи. Одно-два касания, Кузя на правом фланге. Снова прорывается, неплохо уходит, оставляя ошибаться своих визави из Аланья Спора. И Млечный пяткой, пяткой пытался найти Кузя, вернув ему мяч в штрафную площадь, но заработали всего лишь аут. Здорово, Ваня! Здорово, Влечь! Улица Кузя! О, кто-то пошел! Давай, Гаси! Давай, Гаси! А вот перехват Алишер. Какую передачу вырезает на картриджа, который отправляет очередной мяч в сетку? Ааааа! Толян! Толян картридж здесь! Давай, старинам! Заявляются в турецкий премьер-либо. Турецкие клубы, позвоните нам. Да, ну Кузя атлет, реально. Смотрите, футбольный ГТО, они там с Алишером зарубились очень жестко. Мы видим Гасилина, который вышел в нападение, сменив карата. И вот сейчас доберется он до мяча, я надеюсь. Да, добрался, добрался. Подключение Млечного. Неплохо уходит от одного, от второго. Удар! Нужен удар, Ванька! Блэ! Блэ! Ух ты, как от них, бля! Блэ! Гол забил! Блэ! Блэ! А вот момент Гаса выводит практически один на один. Сеня, ну Гас запутался, запутался немножко с мячом. еще и защитник помешал что-то дельное придумать давай форзочка пробует отнять не удается в удар по воротам и стоит снять шляпу перед санем аменко который спасает наверное выход практически один на один это угловой нарушение правил нет на кузи как укол отвечает за своего сокомандник вот опять упущение арбитра мы просто видим как грубо играет игрок против кузей свистка не происходит ну и конечно же партнер по команде просто обязан вместе с мясом но при этом чисто вырвать мяч было два было два до этого выдержу все финн быстрее это атлет реальный финита передача в млечного а не млечному играть дальше ну вот опять ну зачем ну зачем на поле появился феликс на поле появился финн это на поле появился фарзар ребята готовы готовы играть дальше и вот передача которая к сожалению могла бы могла бы вывести газ один на один и мы смотрим на по таймеру что это 85 минута да есть еще много травмированных много ребят которые только в процессе набора формы но мы уже делаем успехи и делаем это большими шагами я очень надеюсь что вам это видео понравилось и очень надеюсь что вам понравилось то как проявили себя наши ребята обязательно поддержите их есть ссылочки на всех игроков и работников но помимо этого напомню что прямо сейчас идет гифом кала и если вы подписываетесь на 10 участников гива то вы автоматически можете выиграть одну из 10 вещей которые разыгрываются прямо сейчас эти 10 разыгрываются тут же запускается новый так что подпишитесь на телеграм-канал эль классика бэнд нам к лайф и рано или поздно вы обязательно выиграете в конкурсе если будете участвовать на этом этот выпуск должен подойти к концу он уже получился очень насыщенный большой я надеюсь интересный для вас не забывайте поставить большой палец вверх 50 тысяч наберем но это нереально конечно но мы сразу же выпустим следующую игру с командой турк спор из германии и это тоже будет очередной мега крутой видос не забывайте подписаться не забывайте ставить лайк писать комментарий потому что для нашего канала это очень важно алгоритм и нас душит невероятно 24 часа из-за этого не зашло вот обидно обидно но мы будем надеяться что мы радуем вас нашим контентом обязательно покажите нам это вот увидимся в следующем ролике с вами был герман аль классико с вами был амкау пока спасибо по самодаче молодцы показали характер бойцовские качества сегодня мы были похожи на команду по цене похожи хочу видеть это в каждой игре всем спасибо